Добрый день! Сегодня воскресенье, 9 апреля, и вот такой дождь, поэтому я здороваюсь с вами из машины. Дождливое воскресенье! Посмотрите, какое дождь! А до этого был сильный ветер. Может быть, это и есть вот это паравиулер. Паравиулер, то есть козлики-бабушки. Козлики-бабушки. Бабушкины козлики, ладно? Это песня? Нет, это не песня. Это объяснение вот этой погоде. В апреле один день бывает такой сумасшедший день. Понятно, шучу я. Ну, мы в прошлом воскресенье не рассказали разве? Или я на армянском рассказал? Да, ты на армянском говорил, что, значит, эта старушка решила, старая женщина, говорит, вот и март прошел, сумасшедший прошел. А март оскорился, обиделся, что его назвали сумасшедшим и попросил у апреля один день для того, чтобы отомстить. И в этот день все ее козлятые, козлики или козлы, не знаю, замерзли. Вообще-то завтра обещают снег, знаешь? Синоптики. Может быть, все-таки завтра будет этот сумасшедший день. Вот мы едем по улице Бабаджанян, по Ваванин, в том числе. Спускаемся в центр города. Может, там получше будет погода. Тогда выйдем из машины. Посмотрите, там на заднем плане вдалеке видны высотки. Это вот новый район отстроили. А там раньше были пустыри для молодых семей. Вот мы сейчас свернули на проспект Отчаряна, развернемся и поедем в центр города. А вот справа, посмотрите, недостроенное здание такого московского типа, да, как старые московские здания. А это недостроенная гостиница. Мы на проспекте Отчаряна. И посмотрите, дождь так неожиданно. Как палил неожиданно, так и прекратился неожиданно. Продолжаем ехать по проспекту Отчаряна. Вот слева, видите, вот это Норский массив. А справа Ботанецкий сад. Он уже постепенно расцветает. Смотри, почки уже распустились. Через неделю будет зелень уже, очевидно, как видно. Ты со всей ответственностью это заводишь? Уже там, в городе уже абрикосы расцвели. Так, мы подъезжаем к План-Игалух и к мосту, которым заканчивался город когда-то. С обратной стороны, конечно. А сейчас мы въезжаем в город. План-Игалух имеется в виду генплан города Еревана. Александр Томаняна. Томаняна. Жизнь. Нет, его встречали как царя. Ну, это... Пальмовые ветки. Ветки пальмовые. Пальмы нет, сменили на вербу. В Италии, например, олива. Во Франции саншит. В общем, где что растет, такое и воскресенье. Ну, мы привыкли к вербному. Корюна перешли. Правильно? Да. Мы по Абувяну едим. Да. Проехали перекресток Корюна-Абувян. Ехали и спускаемся по улице Абувян. Дождь прекратился очень, кстати. Да, приятно осознавать. Улицу Исаакян проехали. Между прочим, это самая широкая часть улицы Абувян. Вот после перекрестка с Московян она сужается. Обрати внимание, Армия. Да. Московян проезжаем. Проехали, да, перекресток и спускаемся по улице Абувян. Зашли здесь. Нам место дадут, где встать. Как раз зайдем. Припарковаться, да. Зайдешь в церковь. Святой Анны. Да, в нововыстроенную, отстроенную. Вот абрикос. Вот абрикос расцвел, как красиво. Вообще силуэт у этого абрикоса красивый, нет? Что-то японское напоминает. А японцы говорят, что-то армянское напоминает. Ну, может быть. Очень удачно добрались, и вот мы перед церковью Святой Анны, нововыстроенная. А слева старая церковь, который называется. А туда дальше уже, это резиденция католикоса в городе. И вот продают, посмотри. Разные варианты вербы, веночки. Цветочки. Пойдем купим. Вон очередь стоит за вербными веночками. А какие красивые цветочки, посмотри. Эти вот розовые, фиолетовые, очень красивые. Интересно, как они называются, ты не знаешь? Которые как называются? Вот смотри, розовые, фиолетовые и белые перемешаны. Нет, не знаю. Гиацинт. Гиацинт это? Говорят гиацинт, но я гиацинт почему-то выше представляла в стебле, длиннее. Длиннее. А это что за интересные ветви? Посмотри, какие волнистые. Да, интересно. Да, верба оказывается закончилась, и вот сейчас какие-то другие ветви продают вместо вербы. Вот венок эта девушка купила. Селфи делает с венком. А ты обратил внимание, на ком ты остановил кадр? Да, это министр наш образования. А сейчас тоже он министр или бывший министр? Да, сейчас он заново назначили. Да, это ясно. Да, это мы вчера. Да, это мы венком. А это мы венком. Какой-то и с венком. Месли как? Да, сейчас он номера. Месли как? Да, к сожалению, веночков не было, закончились Я думаю, привезут еще Будем надеяться Симпатичная девочка прошла А я почему не заметил? Не знаю Я так был поглощен тобой, что не пришел в себя До сих пор, да? Спустя полвека? Нет, пока ты по улице проходила Я кроме тебя никого не замечал Ну что, спасибо Если в этом нет иронии, спасибо А ты, оказывается, замечаешь Ну, красоту трудно не заметить А это улица Саятнова? Много сейчас среди молодежи Симпатичных, красивых Да? Стройных Да, очень много Но жаловались, что женственность потеряли вроде? Ну да, в этих брюках все ходят А вот я в этом году ни разу брюки не отделываю Не знаю, меня всегда больше, конечно Платье Привлекали Улица Абовян В сторону кинотеатра Москва Скажем так А напротив вот гостиница Аны Да, это Саятнова Опять продолжение А не, вот там посмотри, какое черное Мне кажется, еще предстоит сильный вид Это Аны гостиница И улица Абовян В сторону Москва Мы оттуда приехали А вот эти вороньи гнезда ты заснял? Пока деревья не распустились Они так отчетливо видны? Да Но ворон не видно Вон она ворона сидит в гнезде Если ты чуть-чуть Да Да, вижу, вот прилетели Вообще-то я два-три дня назад снимал Ну ты армянскую снимал, разные дачи Ну вообще все ты снимал Разве что-то есть, что ты не снимал в центре города Хотя да Мы уже повторяемся, но каждый день не повторим А как этот фильм Хичкока назывался? Вот большое количество ворон этих фильм ужасов Птицы, по-моему, назывался Птицы, да, он назывался? Да Дерево тоже очень красивое Посмотри, какое Это? Вот это, напротив Да На фоне неба Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok